Я приветствую всех на телеканале Беларусь4. Это программа «Добрый вечер, Гомель» на календаре 12 октября, 2 четверг месяца. Ежегодно именно в этот день мировое сообщество обращает внимание на проблему слепоты и нарушения зрения. Эта дата официально признана Всемирным днем зрения. Более того, эта дата акцентирует внимание на необходимость бережного отношения к своему зрению и регулярным профилактическим мероприятиям. И все для того, чтобы мы видели этот мир ярким, четким и в сочных красках. Ну и, конечно же, этот день учит правильно ухаживать за нашими глазами. Кроме того, Всемирный день зрения призывает быть внимательными по отношению к людям, которые по тем или иным причинам лишены способности видеть. Так что этим добрым вечером будем говорить о зрении, узнаем много интересных моментов и получим много полезных советов. И, конечно же, вопрос сегодняшнего эфира очевиден. А давно ли вы проверяли ваше зрение? Телефон прямого эфира 3422-43. Ну и, конечно же, не забывайте, что ваше сообщение готов принимать наш Viber. Его номер вы постоянно видите на ваших экранах. В общем, друзья, мы начинаем. У людей имеется пять органов чувств, но самым информативным является зрение. Ученые доказали, что более 90% информации из внешнего мира мы получаем именно через глаза. Но от чрезмерных нагрузок, переутомлений, чего уж там греха таить, стресса, ну и привычки считать или в полутемном помещении, или в трясущемся транспорте зрение постепенно становится все хуже и хуже. Ну а медицинская статистика последних лет стабильно фиксирует у человека серьезные проблемы со зрением. Так ли это на самом деле? И настолько ли страшна ситуация, как они рассказывают? Об этом и не только мы поговорим с нашей первой гостью. Встречаем его бурными аплодисментами. У меня сегодня в гостях врач-офтальмолог медицинского центра Медея Наталья Калошкина. Здравствуйте, Наталья Александровна. Рад вас приветствовать в этот, ну, наверное, практически профессиональный праздник. Да. Зрение. Безусловно, скажем так, важная часть, наверное, жизни для каждого человека. Ну, вообще, самый важный аспект. Вот недаром же есть поговорки, что пуще глаза береги, ну и там остальные. Вот с какими проблемами сегодня идут к офтальмологу? Ну, чаще всего это обращается с проблемами на снижение зрения. Это основная жалоба приходящих на прием. 21 век. Безусловно, все спешат, все торопятся, куда-то бегут, часто забывают должное внимание уделить зрению. Основные причины ухудшения зрения в современном мире? Ну, это первый возраст, конечно же, окружающая среда, вредные привычки, курение, алкоголь дают, нарушение обмена веществ и последний век технологий, век гаджетов. Ну, о них мы поговорим немножко позже. Но, вы знаете, есть люди, которые вот с гордостью могут заявить, у меня зрение, как у орла, и, ну, скажем так, никакие факторы мне там не страшны. У меня крепкое зрение, вижу и не обращаюсь ни к каким врачам, и, собственно говоря, и не пойду. А что может стать первым таким звоночком, который может тонко намекнуть на то, что пора бы даже в профилактических целях посетить офтальмуду? Ну, сейчас это основное, это жалобы на усталость идут основные, как бы, во всех, они почти у каждого второго, жалобы на усталость идут на зрение, и лучше сразу приходить к врачу. То есть пункт номер один, если глаза быстро устают. Как глаза могут дать понять? Усталость может быть даже и от того, что человек не выспался, и у него закрываются глаза, или я в чем-то не прав? Ну, это совсем другое. Здесь больше жалобы именно связаны с работой за монитором, за компьютером усталости. Идет отсюда, идет вся жалоба. Угу. Самые распространенные, вам, наверное, как офтальмологу, будет доподлинно известно, какие самые распространенные сегодня современные болезни глаз? Ну, первое, это изменение рефракции, то есть близорукость, когда человек хуже видит даль, дальнозоркость. Идет снижение зрения, когда хуже видит вблизи, ассигматизм, нарушение, когда идет и вдали вблизь, затуманивание зрения. И возрастные, это глаукома и катаракта, первое место лидирующее занимает. То есть довольно такой немаленький список. Да. Если, например, сравнивать с перечнем глазных заболеваний, например, то, что было лет 15-20 назад, их стало больше? Да, больше идет рост и моложение всех заболеваний глазных. Если раньше приходили детей 60% здоровых в первый класс, то сейчас идет немножко меньше тенденции. Вот то, что касается заболеваний, хотел спросить, оно действительно становится моложе или это все-таки информация, которая доходит где-то из информационных источников больших мегаполисов? Просто когда я учился в школе, у меня, ну, пара-тройка моих одноклассников были в очках. Какова ситуация сегодня? Сейчас уже идут с проблемами в школу сразу, идут и назначаем очки. Если брать процентное соотношение, то приходит в школу в первый класс, идет 60% со здоровым зрением, норма идет, выходит уже этих 60% чаще всего близорукость. А 40% это уже имеет какие-то проблемы со зрением. Мальчики или девочки больше подвержены? И мальчики, и девочки. То есть здесь с процентом соотношения все, к сожалению... Сравнялось уже, если раньше было больше почему-то мальчиков, то сейчас уже все идет на одном уровне, и мальчики, и девочки. Хорошо, продолжая детскую тему и зрение, вот а какой совет можно дать, например, тем родителям, как обнаружить, что у ребенка не совсем в порядке со зрением? Это профилактические осмотры. Раз в год минимум должен ребенок проверять зрение, чтобы вовремя обнаружить изменения, какие есть. Так вот, вернемся к гаджетам. Какую же опасность, скажем так, благо 21 века, благо высоких технологий могут оказывать на одно из самых ценных, что у нас есть, и это наши глаза? Ну, гаджеты, конечно же, негативные роли играют. Ну что же вы так сразу, раз, вот у меня лежит лошадь, который я использую по работе, без которого, собственно говоря, не могу, и на который приходят сообщения от Viber, от наших зрителей. Вы так сразу, гаджеты оказывают негативное влияние. Так как постоянно... Давайте уж что-то конструктивно рассуждать. В связи с тем, с появлением гаджетов, человек все больше и больше проводит времени именно за, как бы, этими гаджетами. И за счет этого глаза в постоянном напряжении находятся, меньше получает витамина D, который мы получаем с окружающей среды, в частности от солнечных лучей нам идет витамин D. Здесь все, как бы, вкупе и дает результат на снижение зрения. Раньше не разрешали сидеть очень долго возле телевизора. Старые модели телевизоров и мониторов, они создавали своеобразные блики и мерцания. Современные технологии этой функции, к счастью, не обладают. И все-таки они как бы... Они обладают, ну, меньшей функцией. То есть и здесь я оказался неправ, мы этого просто не видим. Да. Здесь просто они идут менее заметные, но они есть. То есть если раньше мозг это замечал, то сейчас мозг не замечает, но на глаза нагрузка идет в любом случае, просто-напросто. То есть, хорошо, электронные книги тоже относятся к разряду современных гаджетов. Да, это тоже. То есть от простых бумажных страниц вреда будет гораздо меньше. Да. Вот один из основных плюсов. Да, больше считаем книги. Настоящие книги. Наталья, еще такой вопрос. Неоднократно слышал о таком понятии, как гигиенозрение. Давайте более детально рассмотрим этот сегмент. Что же она в себя включает и что попадает под эту категорию? Гигиенозрение включает в себя несколько основных аспектов. Первый – это всегда работать в хорошо освещенном помещении. Если правша, то свет должен быть слева, если левша, то справа, соответственно. Далее, читать на расстоянии где-то 30 сантиметров. Работа за мониторами от 50 до 80 сантиметров должна происходить. Это основные аспекты. И соблюдать также правила последнее время. Есть правила двадцатки. То есть 20 минут смотрим в монитор, 20 секунд смотрим в сторону, чтобы глаза отдыхали. Раньше это было час и 20 секунд отдыхаем. Сейчас уже ушли 20 минут для отдыха, для глаз. Если какие-то жалобы появляются, сразу к офтальмологу на прием. Переходим и не забываем также о гимнастике для глаз. Выполняем. Что такое гимнастика для глаз? Гимнастика для глаз – это хотя бы простое. Глазами вверх-вниз, справа-влево, по диагонали, круговые движения. Это у кого связана работа с мониторами, обязательно не забывайте. Да вы знаете, сейчас в современном мире у большинства связана работа с мониторами. Поэтому я думаю, что наша с вами задача сейчас от слов перейти к делу и просто наглядно показать, как же выполняются упражнения, о которых мы только что рассказывали. Вы готовы? Да. Друзья, поддержите нас аплодисментами. Такой гимнастики у нас еще, у нас здесь всякие фитнес-чудеса творились, но такой гимнастики у нас в эфире еще ни разу не было. Вот давайте, говорите, что делать, а я буду стараться все выполнить. Ну вот, как правильно. Закрываем глаза или все-таки они открытые остаются? Сначала поморкали глазками, затем открываем глаза. Я правильно сделал? Да. Правильно все. Да, это просто заигрывание как-то со зрителями. Дальше что? Дальше вправо-влево посмотрели. Вот так вот. Нету ли кого-то по сторонам? Не двигаем головой. Ага. Даже не двигать головой. Вверх-вниз. Вверх-вниз. А вы тоже повторяете за мной? Вверх-вниз. Дальше что? По диагонали подвигали. Ага. Это вот так вот получается, да? И круговые движения по часовой стрелке и против часовой стрелки. Ну и я надеюсь, мышцы у глаз от этого не накачаются? Не должны. Отлично. Как часто выполняются такие упражнения? И я так понимаю, это минимум, который нужно выполнять? Да. Это минимум. Желательно чем чаще, тем лучше выполнять. Вы знаете, я готовясь к этой программе, нашел еще одну интересную информацию о том, что минимальные физические нагрузки также могут, скажем так, негативно отразиться на зрении. Минимальные? Да. Не совсем. Или объясните, или я... Недостаточность физической нагрузки. Вот. Правда ли это? И как здесь быть? А здесь как бы в зависимости идет от того, есть ли патология со зрением или нету. А если патология со зрением есть, то должны быть физические нагрузки в меру, что называется. Если со зрением все в порядке, физические нагрузки в принципе-то не противопоказаны. Поэтому, так как физические нагрузки улучшают общее состояние организма, на этом улучшается, получается кровообращение. Больше получаем питание для глаз. Спасибо большое за ценные советы. Но это еще не все вопросы, которые у меня заготовлены к вам. Напомню, друзья, мы работаем в прямом эфире. Номер нашего телефона и номер Вайбера вы периодически видите на ваших экранах. Поэтому не стесняйтесь, присоединяйтесь к нашей беседе. И сегодня вечером у вас есть уникальная возможность узнать о зрении все, что вы хотите. Ну, или может быть уже даже и записаться на прием к врачу. Эти аплодисменты вам. Ну, а я хочу продолжить и сказать, что рано или поздно каждый из нас обращается к офтальмологу. Ну, даже для профилактики и собственного спокойствия. А уж артистам, людям, которые работают на сцене, и вовсе необходимо пристально следить за своим зрением. Ведь софиты и концертный свет являются достаточно агрессивной средой для глаз. А вот часто ли певец Александр Пономаренко бывает у офтальмолога? Об этом он нам расскажет сам буквально через несколько мгновений. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Друзья, с огромным удовольствием в эту студию приглашаю солиста Гомельской областной филармонии, музыканта, аранжировщика и просто классного парня Александра Пономаренко. Саша, здравствуй. Добрый вечер. Я понимаю, что репетиции, концертная деятельность, гастрольная жизнь. Спасибо, что нашел время этим вечером заглянуть к нам на огонек. Знаешь, вот я тебя пригласил на эту программу как человека, который часто находится на сцене, в которой светят софиты, как там у вас еще, рампы, как еще называются осветительные приборы, все не помнят. Светодиоды сейчас в основном. Лазерные, стробоскопы. Но все-таки это достаточно агрессивная среда, согласись, для глаз. Да. И вот, ты знаешь, часто артисты со сцены кричат «Я не вижу ваши руки!» И вот вопрос. Казалось бы, это всего лишь шоу-эффект, но на самом деле, если разобраться, проблема может быть гораздо серьезнее. Это вообще, «Я не вижу ваши руки!» – это слоган таких артистов, как бы. Ну, на самом деле, действительно, зал затенен. Все время ты находишься в свете, все время освещен, все время все это бьет в глаза. Да, конечно, влияет, но как бы на мне это пока, фу-фу-фу, пока не сильно отразилось. Хорошо. Вопрос, который я тебе хотел задать, ну, одним из первых. Так вот, как давно ты был на приеме у офтальмолога? Вот признайся честно. Я сейчас пытаюсь вспомнить. Наверное, лет пять назад я проходил комиссию, когда устраивался на работу в филармонию. То есть это была просто профессиональная, просто необходимость? Да, необходимость. А часто ли бываешь просто у офтальмолога, даже для собственного спокойствия? Все-таки, как мы уже выяснили, яркий свет, софиты? Не часто, вообще не бывает. Ну, а знакомы ли тебе проблемы с глазами, в принципе, как таковы? Да, конечно, устают глаза, устают, потому что большую часть своего времени, рабочего и отдыха я провожу за монитором компьютера. Изготовление, запись треков, фонограмм, сведения, все это происходит за монитором. Опять же, посмотреть кино, посидеть в интернете, все это происходит за монитором. Конечно, глаза устают. Вот мы тут уже показали пример гимнастики, что делать. Какие способы находятся у тебя? Ну, я просто вот, я услышал, что вот 20 минут проводишь за монитором, 20 секунд отдыхаешь, я делаю это гораздо больше. Я провожу 20-30 минут за монитором и отдыхаю как минимум минут 10-15. Вот, и как бы тогда это в процессе дня это нормально. То есть профилактические занятия ты тоже соблюдаешь? Ну, да, да. А вот очки когда-нибудь носил? Нет. Хотя, наверное, с возрастом уже это возрастное все-таки, да. Нитку в иголку вдеть без очков своей супруге я уже не могу. Я в нее беру очки, и тогда у меня все получается. Наталья, современная медицина в области зрения, вот даже на примере центра МИДЭ, что сегодня предлагают? Мы предлагаем подбор очков, подбор линз, обучение использования линз и также диагностическое, на диагностику направленное и лечение различных заболеваний глазных. Различные глазные заболевания это? Воспалительные процессы, заболевания переднего, заднего треска глаз, катаракты, глаукомы, кератиты, конъюнктивиты, сюда все. Можно бесконечно перечислять заболевания. Сегодня вот с какими проблемами справляется МИДЭ? Это в основном подбор линз и воспалительные заболевания, чаще всего подбор очков. У нас появились наши зрители, которые по ту сторону экрана хотят с нами пообщаться. Алло, здравствуйте, добрый вечер. Здравствуйте, здравствуйте, давайте с вами знакомиться. Меня зовут Виталий, я звоню из Гомеля. У меня вот есть два вопроса. Задавайте. Можно ли носить глазные линзы зимой? То есть мороз влияет на них? Нет, можно носить. Да, и еще такой вопрос. Вот буквально вчера смотрел 3D-фильм, и на экране расплывались буквы. Стоит задуматься о потере зрения или что? Стоит задуматься о посещении офтальмолога, это в первую очередь. И уже смотреть дальше. Спасибо вам большое за ваш звонок. Присоединяйтесь к нашей программе, к нашей беседе. Мы продолжаем. Сегодня мы говорим о зрении, о профилактике. Как же надолго и всерьез сохранить наши глаза ясными, чистыми, и видеть этот мир во всех его прекрасных красках. Наталья, у нас в студии установлен аппарат, который нам любезно предоставил центр Медея. Немного расскажите, что это за чудо техники? Это аппарат для измерения внутриглазного давления, который меряет бесконтактным способом воздухом. А глазное давление, как бы это заболевание идет и глаукома. Повышение, которое хроническое заболевание, если не лечить, приводит к полной потере зрения, к слепоте, то есть необратимому. Кстати, о глаукома я часто, иногда переходится то ли в прессе читать, то ли в какой-то литературе, сталкиваешься с этим словом, то ли где-то в медицинских программах слышишь. От чего она может возникать? Здесь как бы факторов первое и основное, это наследственность идет, стрессы различные, нарушение обмена веществ, все это может влиять. Окружающая среда влияет на развитие лаукомы. Я предлагаю сейчас проверить зрение, Саш, тебе, нашему артисту, композитору, музыканту Александру Пономаренко. Я предлагаю прямо сегодня в этой студии проверить зрение или не зрение, правильно сказать? Проверить глаза, давление глазное. Глазное давление проверить и узнать, насколько у нашего Александра здоровые глаза. Саш, ты не против? Нет, конечно. Ну тогда под ваши аплодисменты. Друзья, совсем скоро вернемся в нашу студию. Не переключайтесь, проходите к аппарату, располагайтесь. Друзья, ну а я тем временем хочу обратиться к нашему вайберу, в который уже начали поступать от вас сообщения. Как делать упражнения для глаз? Ну, я думаю, при желании мы вам еще раз повторим, как делать упражнения для глаз. Я в последний раз проверял в апреле этого года. Подскажите, где купить очки для работы за компьютером. Оставайтесь с нами в эфире и все, все ответы на ваши вопросы, друзья, вы получите. Так, зрение самое важное чувство у человека, берегите его. Сообщение пришло от Олега. Ирина Степановна нам также прислала сообщение. На зрение никогда не жаловалась, но последние пару дней появилась серая пелена. Что посоветуете? Обязательно этот вопрос адресуем нашему офтальмологу. При длительном нахождении в помещении с искусственным светом глаза краснеют, устают. Выгляжу, как будто плакала. Как помочь глазам? Тоже хороший вопрос. Я думаю, на него вы также получите ответ. А вот вы знаете, с детства всем еще хорошо известно такое выражение, что если есть много черники, то зрение будет просто как у орла. Так вот, здесь возникает вопрос, сколько же этой черники нужно съесть? И вообще, как продукты питания и какие именно позитивно и положительно влияют на наше зрение? А вот об этом и не только расскажет мой следующий гость, диетолог Максим Ковалев. Здравствуйте, Максим. Встречаем вас с бурными аплодисментами. Добрый вечер, Александр. Здравствуйте, рад вас видеть. Проходите, присаживайтесь. Про чернику. Это все правда? Ну, что-то правда, что-то не очень. Ну вот, давайте теперь разбираться в деталях. Черника действительно способствует снижению синдрома зрительной усталости. Это связано прежде всего с тем, что черника содержит в своем составе полифенолы, которые являются красящим элементом, красящий плюмент, ягод. Вот, эти полифенолы содержатся не только в чернике, они также содержатся в других фруктах, ягодах, растениях. Листья растений дают окраску красного цвета, оранжевого, фиолетового, темно-синяя, да? Вот. И почему же именно ягоды черники получили, ну так, то есть известно, говорят, что для того, чтобы, да, то есть как бы стали нарицательными. Говорят про морковь, да, то есть когда мы слышим, что для того, чтобы зрение было хорошее, нужно употреблять морковь, да, и про чернику, ягоды, черники. Дело в том, что суточная потребность... Вот вопрос меня интересовал с детства. Сколько же этой черники нужно съесть? Ложку, две, чашку? Научные исследования установили, что суточная потребность полифенола в этих составляет 50 миллиграмм в сутки. Ну, понятно, что для неподготовленной человека непонятно, да? Мне тоже, если честно, непонятно, расскажите. 50 миллиграмм, это много, это сколько? Ведро надо съесть или чашку, или сколько это? Оказывается, что 50 миллиграмм полифенолов, да, полифенолов, да, полифенолов, их в чернике содержится в трех столовых ложках свежих ягод. То есть достаточно съедать 3 столовые ложки черники в день, чтобы, ну, зрение улучшилось. Либо можно употреблять сушеную чернику, одна столовая ложка в день достаточно. То есть это небольшая порция. Насколько сохранится эффект от трех столовых ложек? Для того, чтобы получить устойчивый эффект, необходимо применять, ну, употреблять чернику в течение трех-семи недель. То есть, в принципе, сезон, когда черники начинаются, мы можем, ну, как только сразу появилась черника, купили стаканчик там, то есть нам стаканчика хватит на несколько дней, скажем так, да? Вот, и каждый день. Говорят, что за сезон нужно съедать, ну, примерно 10 стаканов черники. То есть это почти на два месяца, то есть это совсем немного. Но черника доступна, ну, скажем так, не круглый год, если кто-то не позаботится о том, чтобы... Сохранить. Сохранить в замороженном или в перетертом виде. Кстати, в перетертом виде варенье. Эти вещества сохраняются или все-таки лучше? Вот, к сожалению, к сожалению, Александр, большинство вот этих полифенол, они являются органическими веществами, и при тепловой обработке они очень сильно разрушаются. Например, термическая обработка в течение 15 минут, то есть полифенол разрушает 75% полифенола. Вот, поэтому рекомендуется употреблять, конечно же, в свежем виде, либо, ну, как сушеный, как вариант тоже. Вот, знаете, черника заняла такую лидирующую позицию, во всяком случае, в наших широтах, и уже на протяжении скольких веков поколений не собирается уступать, отдавать кому-то место первенства. Но вы сказали, там, красные цвета, оранжевые и еще какие-то. Какие продукты также заслуживают внимания, уважения и благополучно влияют, благотворно влияют на наше зрение? Ну, нашим зрителям будет полезно узнать о том, что продукты, которые, овощи, фрукты, которые, ну, окрашены в оранжевый цвет, либо темно-зеленый цвет. Ну, оранжевый – это классика жанра, это морковка. Это морковка, да, кроме морковки и тыква, да, которая, то есть, в принципе, сезонная сейчас. Ягода, влепихи тоже вот как-то, ну, то есть мало где употребляется, упоминается, хотя вот, ну, прекрасное средство, то есть там и витамин А есть, и полифосфат эти вот содержатся в достаточном количестве, на самом деле. Вот как-то мы, вот, и по ценности очень высокая пищевая ценность. То есть, как говорится, не черника единой. Да, не черника единой, да. Тем более, в последнее время ягоды голубики, вот, голубика становится популярной не только на садовых участках, ну, и уже в супермаркетах появилась, да, то есть продажу можно купить, то есть не обязательно ее выращивать, ее можно купить в готовом виде уже голубика. Давайте послушаем, о чем хотят спросить нас наши зрители. Алло, добрый вечер. Алло, здравствуйте. 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 Меня зовут Александра, я звоню вам из Гомеля. У меня вопрос к диетологу. Можно говорить? Конечно, конечно, слушаю вас. Просто вас очень плохо слышно. Ну, известно, что существует мнение о том, что, допустим, морковь способствует не только улучшению, но и поддержанию зрения человека. Хотелось бы более подробно, чтобы диетолог остановился на продуктах, которые также благотворно влияют на зрение. И вопрос более честного характера. Употребление мясных и рыбных продуктов. Благотворно ли влияют на поддержание зрения человека, либо их употребление никакого эффекта не оказывает? Спасибо большое за ваш вопрос. Вот хороший очень вопрос, действительно. Как быть здесь? Как быть здесь? Потому что вот я тоже хотел спросить, что вы все, фрукты, ягоды, овощи, все растительное происхождение, но где же мясо? Где же мясо? Оказывается, для того, чтобы усилить остроту зрения, то есть, чтобы мы видели лучше, в пищу желательно употреблять продукты, которые в состав которых сходит сера. Среди овощных продуктов, такими лидерами этих продуктов является лук и чеснок. Ну, не каждый человек, наверное, позволит себе в современном ритме, то есть употреблять в достаточном количестве, всегда дать головку лука, либо чеснока в день. Вот. Потому что, ну, специфический запах имеется, да, как-то это самое. И вот тут вот как раз таки, да. Если разобраться, здоровье-то важнее? Здоровье важнее. Вот как раз таки здесь на помощь нам приходят продукты животного происхождения. Это мясо, это рыба, это молочные продукты. В молочных, во всех продуктах животного происхождения содержится в достаточном большом количестве как раз таки сера. Вот. И употребляя мясо, рыбу, мы получаем с этими продуктами необходимую суточную дозу серы. И можно как бы забыть про лук и чеснок. Друзья, этим советом нужны аплодисменты. Друзья, есть еще у меня такой вопрос. Ну, неужели все продукты полезны для глаз? Или все-таки есть какая-то категория того, что мы едим, что, ну, скажем так, не совсем хорошо может повлиять и на сетчатку, и там может спровоцировать образование глаукомы или еще чего-то? Вообще в умеренном количестве, если употреблять любые продукты, они не окажут негативного влияния на зрение. Но нужно понимать, что зрению может повредить продукты, рафинированные продукты и продукты, в состав которых входят трансэжомеры, трансэжомеры жирных кислот, ну, или трансжиры, как мы обычно говорим. Почему? Потому что в процессе рафинации и изготовления этих трансжиров все питательные вещества, которые содержатся, ценные уходят. Ну, оставляется чисто рафинированный продукт. Вот избыточное употребление этих продуктов может привести как раз-таки к ослаблению зрения. Все же остальные продукты, то есть я мог бы перечислить их много. То есть фактически во все полезные продукты входят и все овощи, и зелень, и ягоды, и фрукты. То есть очень большой список. Это и горох, это и зерновые, и молочные все продукты. То есть они все оказывают положительное влияние на зрение на наше. То есть самое главное правило не переусердствовать. Не переусердствовать, да. То есть говорят золотая середина, да. Вот. Самое замечательное. Спасибо вам большое за эти советы, эти аплодисменты вам, друзья. Ну, а у нас самое время узнать результаты обследования. Напомню, что сегодня Александр Пономаренко проходил обследование. Наталья, напомните, я снова забыл для чего. Измерение. Измерение. Внутриглазного давления. Внутриглазного давления. Расскажите, каковы же результаты у Александра? Результаты Александра идут в пределах нормы. Цифры идут до нормы. Все. Это замечательно. Друзья, ваши аплодисменты. Ну, тем временем, как и обещал, давайте обратимся к вашим сообщениям в Вайбер. Наталья, здесь для вас они тоже имеются. Сейчас начну по порядку. Подскажите, пожалуйста, зрение на обоих глазах один. Но в последнее время стали появляться черные точки и расплывчивость. Расплывчатость. Что это такое? Кому обращаться? С чем это связано? Александр? Это может быть связано с утоплением глаз и также изменениями в стекловидном теле. Это тело, которое находится между сетчаткой и махрусталиком. И обращаться к офтальмологу. На зрение никогда не жаловалась, но последние пару дней появилась серая пелена. Что бы могло быть? Вопрос от Ирины Степановны. Здесь может быть большой диапазон заболеваний. Поэтому тоже лучше обращаться к офтальмологу. При длительном нахождении в помещении с искусственным светом глаза краснеют. Устают, выгляжу, как будто плакала. Как можно помочь глазам? Здесь идет обычно усталость глаз. За счет этого недостаток кислорода. И начинают глаза краснеть. Прийти на прием и правильно подобрать глазные капли, чтобы побороть эту проблему. Являются ли аденоиды причиной воспаления глаз и конъюнктивита? Как профессионалу понятен вопрос. Да, являются воспаления. Могут быть. Работаю за компьютером, прихожу домой, чувствую усталость в глазах. Что посоветуете, Ольга? Здесь может быть усталость глаз или синдром сухого глаза. Если усталость, то можно и простые капли. При синдроме глаза нужно выставить диагноз, подобрать схему лечения. И лечить уже. Или подобрать очки для работы за компьютером. Спасибо вам за ваши ответы. Друзья, напомню, что мы работаем в прямом эфире. Не скупитесь на ваши аплодисменты. Присылайте ваши вопросы в Вайбер. Будьте с нами на связи. Номер телефона прямого эфира на ваших экранах. Саш, но все-таки обследования прошли. С чем тебя и поздравляем. Со зрением все в норме. Вопрос следующий. А все ли готово к твоему первому ответственному концертному мероприятию, которое состоится, напомню? 26 октября. 26 октября твой первый сольный концерт в сопровождении эстрадно-симфонического оркестра. Ну, как бы я хотел поправить, Александр. Как бы это все не совсем так. Да, это мой первый сольный концерт, но он проходит как бы в рамках. Мы открываем такую программу «Гомельская областная филармония». Она будет называться «Виват оркестр». Это долгосрочное, очень долгосрочное масштабное такое мероприятие. И открывается оно моим сольным концертом вместе с нашим эстрадно-симфоническим оркестром. Там буду, конечно, не только я, я как солист буду выступать, как солист филармонии, солист оркестра. Там будут приглашенные гости, там будут видео. Короче, это будет большое шоу, можно так сказать, такое очень масштабное. Все ли к нему готово? Осталось две недели, практически все. Подготовка, конечно, ведется очень бешенными темпами. Репетиции с утра до вечера. Вот с репетиции я прибежал сюда. Готов ли главный артист, лицо которого украшает афиши? Ну, практически всех стендов нашего города Александра Пономаренко. Да, я готов. И если я располагаю правильной информацией, да, конечно, правильной, потому что ты сам мне об этом до эфира рассказал, что к этому концерту подготовил одну премьеру. Расскажи немного об этой композиции. Значит, получилось так, что надо какой-то песне это все закончить, потому что концерт называется «Я верю». Концерт – это рассказ о моей жизни, о моей душе, о моем творчестве. И песни такой мы не нашли. Пришлось написать нам самим вместе с супругой. Она написала текст. Пришлось. Появился прекрасный шанс дополнить музыкальный мир еще одним шедевром. Она написала текст. Я не профессиональный композитор, поэтому музыку мы писали вместе с женой. Она мне подсказывала, что надо делать, а я это как бы записывал. И вот вроде бы получилось. Ну, получилось. Говорят, неплохо. А мы сейчас это услышим. Друзья, ваши аплодисменты. А в нашей студии премьера песни Александр Пономаренко. Саня, держи микрофон. И это аудитория твоя. Мечтаем мы часто о призрачном счастье, Хоть рядом обычно оно. Мы не замечаем, что столько причала нам Богом и жизнью дано. Нас манят дороги, терзают тревоги, Как в старом, забытом кино. По жизни путая мы вдруг понимаем, Что солнце и небо одно. Я верю в свой мир, тепла и сказки. Я верю в друзей и доброту. Я верю, что музыки нет прекрасней. Она крыляет мою мечту. Я верю в любовь до конца, до точки. И это мой главный оберег. Я верю и знаю, это точно. Я просто счастливый человек. Бывает порою, что солнце закроет Нелепая темная мгла. Но стоит поверить, откроются двери, А с ними и сила добра. Я верю в свой мир, тепла и сказки. Я верю в друзей и доброту. Я верю, что музыки нет прекрасней. Она крыляет мою мечту. Я верю в любовь до конца, до точки. И это мой главный оберег. Я верю и знаю, это точно. Я просто счастливый человек. Звезду с небес благодарю За то, что мне дала понять Простую истину свою Я не устану повторять. Я верю в свой мир, тепла и сказки. Я верю в друзей и доброту. Я верю, что музыки нет прекрасней. Она крыляет мою мечту. Я верю в любовь до конца, до точки. И это мой главный оберег. Я верю и знаю, это точно. Я просто счастливый человек. Я верю и знаю, это точно. Я просто счастливый человек. Я просто верю, что вся Гомельская область сейчас аплодирует. Все, кто смотрит программу «Добрый вечер, Гомель». И уверен, что аншлаг на 26 числа в ОКЦ на концертном программе «Я верю тебе» обеспечен. Эти аплодисменты тебе. Спасибо большое, друзья. Ну а я напомню вам, что мы работаем в прямом эфире. Присоединяйтесь к нашему вайберу, присоединяйтесь к нашему телефонному общению. Ну и наша программа на этом не заканчивается. Далее рассмотрим психологические моменты. Как же ужиться с очками? Ну и, конечно же, узнаем тонкость и как правильно подобрать этот аксессуар именно к своему типу лица. А давно ли вы проверяли зрение? Это вопрос нашего сегодняшнего эфира. Звоните к нам в студию 342243. Ну и, конечно же, оставляйте ваше сообщение к нам на Вайбер. Ни одно сообщение не останется незамеченным. Проблемы со зрением. Безусловно, если они появляются, то их нужно решать. И чем раньше это сделать, тем, безусловно, лучше. Одни из самых распространенных способов борьбы с плохим зрением – это, конечно же, очки. Но тут появляется второй аспект психологический. Я думаю, что на эти и многие другие вопросы поможет ответить наш следующий гость – магистр психологических наук. Начинайте аплодировать. Практический психолог, старший преподаватель кафедры психологии ГГУ имени Франциска Скорена и Степан Станебула. Здравствуйте! Рад вас видеть в этой студии. Добрый вечер, Александр. Степан, а вы когда-нибудь носили очки? Нет, не приходилось. Но проблемы со зрением были. То есть, а почему не носили очки? По той простой причине, чтобы, скажем так, дети в школе не обзывались? Нет, не по этой. Но вот вы так очень достаточно тонко затрагиваете эту проблему. Детям, которые носят очки, у них возникают очень большие трудности в школе, в обучении, в воспитании, в коммуникации с другими детьми и со взрослыми тоже. Вот поэтому и вопрос, скажем так, за что же людям в очках так достается, причем начиная с малых лет? Ну, во-первых, потому что они не похожи на других. А непохожие люди, они вызывают вот такие достаточно сложные и противоречивые реакции. Мне очень понравилось, как врач-офтальмолог сказал, что основной причиной снижения зрения одной из является стресс. И вот давайте подумаем, какая вот большая проблема возникает у этих детей. У них происходит какое-то стрессовое событие. У них снижается зрение, да, оно снижается. Они одевают очки, им одевают очки, да, и это вызывает стресс, да, и это опять-таки ведет тоже к усугублению зрения. То есть получается, они вот попадают в такой вот, ну, в такой вот круг, с которого очень трудно выйти. Но все-таки возможно. Возможно. К вам, как к психологу, часто обращаются родители, ну, или даже просто люди с проблемой вот такого характера. Помочь, решить. Именно проблемы со зрением нет. Нет, нет, именно проблемы с тем, что... С адаптацией, да? С адаптацией, чтобы как привыкнуть к очкам, как, скажем так, перестать ловить на себе какие-то непонятные взгляды. Потому что мы же прекрасно знаем, что очки бывают не только стильные, но очки бывают для того, чтобы хорошо видеть. А это есть очки с толстыми стеклами, которые, ну, скажем так, не совсем в удачном ракурсе подчеркивают то или иное лицо. Да, обращаются. И тут ключевым, я считаю, является вопрос о определенных личностных ресурсах человека. Вот мы справляемся с трудными ситуациями по-разному. Кто-то справляется так, кто-то по-другому. И, ну, мне как психологу очень всегда интересно, как же человек, да, вот, один из нас с этими моментами справляется. И моя задача, моя задача, если такой человек пришел ко мне, да, и мы с ним работаем, вот, помочь ему понять, осознать свои способы преодоления вот этих трудных ситуаций, которые являются именно вот, ну, ухудшением зрения. Готовясь к этому эфиру, прочитал одну психологическую заметку. Буквально фраза меня, она очень сильно зацепила. О том, что комплекс, скажем так, очкарика, особенно тот комплекс, который заложен был еще в школьной, в младшей школе, он может перетянуться и во взрослую жизнь. Так ли это? Ну, да, да, конечно. И часто ли такое явление встречается? Ну, тут говорить о чистоте очень трудно, но, да, риск очень большой. И тут вопрос, на самом деле, очень многоуровневый. Вопрос в основном, вот, как не допустить этого, да. Я считаю и считам, и я опираюсь на современные исследования, что ключевым фактором все-таки является отношение к этим детям. Именно в той образовательной среде, где они, ну, находятся. И тут вот большой вопрос именно к педагогам и к самой системе, да. Как вот сделать так, чтобы этим детям было максимально комфортно? Тут по большому счету вот... Вопрос как? Давайте постараемся ответить в эфире на него. А вот мне кажется, вот я считаю, что тут, вот тут ключевое значение имеет именно вот профессионализм тех людей, которые именно с этими детьми взаимодействуют. По большому счету дети это такая очень сильно уязвимая категория людей. И по большому счету, если вот... Вот представьте, что будет, да. Вот если вот преподаватель говорит, вот, Ваня, ты в очках, например, там, ты с нами не идешь куда-то. Или, например, там, сядь поближе, а тот мальчик, который сидел здесь, сядет на дальнюю парту, да. Ну, это какая-то просто несправедливость. Да, и у детей, которые находятся, да, вместе с ним, создается такое, ну, ощущение, не совсем осознанное, что да, есть мы, а есть он. И тогда этот ребенок испытывает очень существенный дискомфорт. И вот очень интересно, и сейчас вот новый подход в образовании, есть такой подход, как инклюзивное образование. Тогда, когда ребенок входит в среду, и среда становится равной для всех, и он не чувствует себя другим. Вот ключевой такой пассыл, да, вот системы такой образования. И эта система реализуется у нас в Белоруссии очень, ну, вот сейчас. Я считаю, что вот корень в этом и успешная адаптация... Решение проблем подобных в том числе. Да, вот именно здесь, именно вот в высокой педагогической культуре именно людей, которые взаимодействуют с этими детьми. А, кстати, вот такой тоже интересный момент. Кто, скажем так, дуэт с очками болезнение переживает, парни или девушки? Вот мы уже немножко затронули этот момент вначале с нашим врачом-офтальмологом Натальей. Вот вы, как психолог, что скажете? Ну, многие ученые говорят, что именно девушки, потому что женщины по-другому воспринимают свой внешний вид, да. И для них это очень важно, да. Вот именно в таком маленьком возрасте они труднее адаптируются к этим моментам, да. Ну, и так далее. Если говорить про маленький возраст, ну, такой вот про школьный возраст, в возрасте уже старше, да, если человек намечается ухудшением зрения, все зависит от личностных качеств, от особенностей именно вот. Есть такое в психологии ключевое понятие, которому сейчас уделяется огромное значение. Совмодающая система личности, совмодающее поведение. То, как мы справляемся со стрессом. Тут очень, вот, очень большая проблема. Это не только потеря зрения и какие-то другие компоненты. Как мы, что мы делаем в стрессе? Потому что в одной ситуации мы можем действовать адаптивно, в другой дезадаптивно. И мы можем не проживать этот стресс. Можем полностью ухудшить, то есть идти по дороге ухудшения своего здоровья. Ну, смотрите, здоровье, безусловно, никто не отменял. Это самый важный фактор для благополучного существования, в принципе, в этом мире. Но все-таки, если человек, ну, просто стесняется носить очки сам по себе, как здесь быть? Вот, вы знаете, вот я, мне не люблю таких простых вопросов, но вот мне сегодня понравилось, как врач-офтальмолог наш говорит, идите к врачу-офтальмологу. И мой такой, наверное, совет телезрителям, идите к психологу, он вам поможет. Так психолог же у нас сегодня в студии. Да. Вот что сделать? Можно ли какой-то совет нашим зрителям сейчас дать, если человек стесняется? Как побороть вот этого стеснения? Ну, такой, ну, хорошо, такой совет. Давайте вот попробуем подойти с другой стороны, да? Давайте. Давайте. Хорошо. Все мы что-то умеем делать, причем очень хорошо. Безусловно. Очень хорошо. Давайте вот посмотрим на мир на этот чуть-чуть позитивно, да? То есть у нас есть какие-то моменты, качество личности, умения, навыки, которые мы можем демонстрировать и в очках в том числе. То есть очки можно из недостатка элементарно перевести в какое-то... Да, 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 да. Можно их сделать такими, что это будет, ну, вот, ну, придавать человеку элегантность, элегантность и шарма. То есть очки могут быть, скажем так, аксессуаром таким, который, ну, будет подчеркивать вашу, скажем так, ну, необыкновенность. Изюминку. Изюминку, да. Особенность, наверное, здесь слово нельзя подобрать. Уникальность, эксклюзивность, скажем так. Вот, эксклюзивность до слова классная. Спасибо вам большое за эти советы, эти аплодисменты вам, друзья. Ну, а еще один верный способ, как уже сказал наш психолог Степан Станибула, подчеркнуть свою индивидуальность, превратить комплексы и проблемы со зрением в достоинство. Это, конечно, подобрать правильные очки. А вот как это сделать, об этом расскажет наша следующая гостья сразу после рекламы. Глаза – это зеркало души. Неудивительно, что многие с особым трепетом относятся к вопросу выбора оправы, которое будет эти самые зеркала души и обрамлять. А вот как это правильно и грамотно сделать, об этом расскажет наша гостья Марина Кабодаря, на имидж-стилист. Давайте поприветствуем бурными аплодисментами. Здравствуйте, Марина. Рад вас видеть. Проходите. Присаживайтесь. Так вот, вопрос. В этот замечательный вечер, Всемирный день зрения, как же правильно подобрать очки? Есть ли какие-то основные правила? Добрый вечер. Хотела бы сказать, что Степан был и говорил про индивидуальность, правильно? И каждый человек, конечно, есть у нас индивидуальность. И у каждого своя форма лица. Поэтому при подборе очков, оправы для очков, это важно учитывать. Так как тип лица, форма лица у нас либо круглая, овальная, прямоугольная, разные-разные. Тут надо это учитывать, все нюансы. То есть только прийти в соответствующий салон и мерить, смотреть, подбирать и пользоваться услугами имидж-стилиста. Да, совершенно верно. Но все-таки есть среди очков такое понятие, как классика. Вот на сегодняшний день что можно считать классическим вариантом? Ну вот как у Коко Шанель маленькое черное платье, как у любого мужчины есть классический костюм. Вот что можно среди очков считать классикой? Давайте начнем с того, что классика классика. Но когда человек приходит к офтальмологу, и офтальмолог консультирует и говорит, какие оправы лучше подбирать. Потому что разные линзы, наверное, Наталья подтвердит, разная толщина линз. И это очень важно про оправы. Классика, конечно, много кто подбирает просто прямоугольные очки. Много кто любит очки кошечкой. Но тут уже просто человек индивидуально будет зависеть. И что скажет сам врач-офтальмолог? Насколько нужно побольше, чтобы было оправа, либо чуть уже можно поиграть с оправами? Я сегодня вас попросил принести в нашу студию некоторые образцы тех очков, которые можно запросто увидеть и на страницах модных журналов, и те, на которые чаще всего обращают внимание те, кто с помощью этого аксессуара хочет подчеркнуть свою индивидуальность. Расскажите об этом в деталях и подробнее. Какие же модели сегодня здесь у нас представлены и для каких типов лица они подойдут? Наталья, а вас я попрошу, вы бы не могли побыть сегодня нашей моделью и примерить на себя некоторые образцы очков? Хорошо. Марин, а вы как имидж-стилист поработаете с нашим врачом-офтальмологом? Хорошо, с удовольствием. Конечно, сейчас очень много различных моделей по моде, потому что на дворе 21 век. И важно следить не только за своим здоровьем, но и немножко за модой, за стилем. И постепенно меняется, даже больше этого скажу. Наши модницы могут покупать просто такие обычные очки, оправы, и показывать свой стиль без линз, которые дают как бы зрение, поправку зрения. То есть она абсолютно здоровая, просто приходит, покупает вместе просто очки. По поводу того, как у нас модель сегодня Наталья, мы посмотрим, к примеру, такие очки, как круглые. Прислоните просто рядом. Обратите внимание, у Натальи круглый тип лица, и очки тоже круглые. Тем самым дает еще больше круг нашему лицу. То есть правило номер один, которому не нужно следовать, это не подбирать очки. Подобное равно подобное. То есть лучше всего, вот Наталье подойдут более прямоугольные очки, такие достаточно красивые, как аксессуар. Он очень используется в нашем городе, и будет смотреться стильно, интересно. И благодаря вот таким прямоугольным... Но визуально смотрится хорошо. За счет чего достигается этот эффект? За счет чего? За счет формы оправ. За счет того, что лицо круглое, а оправа более прямоугольное. И тут получается контраст. И тем самым будет красиво смотреться. Плюс детали маленькие. Все-таки мы девочки, мы любим разные штучки. Такие штучки, как Сваровский, такие оправы именно в красном оттенке дают более модные, стильные области. Вот вдогонку к вашим комментариям и консультациям. Заказали женой очки с прозрачными стеклами. Это стильно. Сообщение пришло от Валентина. Но еще одно сообщение я не могу оставить без внимания. Сейчас только бы оно не потерялось, только бы его найти. Мой ребенок не любит носить очки. Стесняется. Есть ли стильные оправы для детей? Елена Петровна интересуется вот таким вопросом. Я могу. Можно я? Конечно. Просто мы буквально 2-3 недели назад столкнулись с такой проблемой. Ребенок вырос из старых очков. И мы начали искать новую оправу. Она девочка. Она входит в школу. И естественно, это как для любой девочки, будущей женщины, это аксессуар. Мы решили купить ей хорошую, красивую, хорошую оправу. Куда бы ни обращались, все обещали, все привозят. Но либо уж очень детские очки, которые, ну, либо взрослые, которые ей большие. Вот. Решили обратиться в МИД. Это как бесплатная реклама. Вот. Большое спасибо. Там шикарнейший выбор детских оправ. Но они уже и стильные, и уже как аксессуары выглядят уже очень здорово. Вот. Мне понравилось. Спасибо. Марина. Детские очки. Есть ли детская мода на очки? Буквально несколько слов. Тут надо понимать возраст ребенка. Если уже подросток, то, конечно, желательно, чтобы она следила за модой. Потому что она входит в общество. Она, кроме посещения школы, она посещает различные мероприятия. И тут, чтобы она увереннее себя чувствовала и использовала аксессуары. Очень даже, да. Тем более, это вошло в моду. И это может быть не просто для зрения, как я уже говорила, очки. Так и, в принципе, просто оправа. Как вот Элитоптик мне тоже говорят. Магазин Элитоптик. Говорили, что же девочки приходят, покупают такие очки. Немножко тонизируют. То этот... Затемняют линзу. И уже носят как аксессуары ежедневно. То есть здорово. Времени остается очень мало. Наталья, и все-таки линзы или очки? Что лучше? Это индивидуально идет. Но если выбирать, то по последней научной теории идет лучше, когда задействована вся сетчатка. В очках у нас только смотрит центр. Зрение центральное. В линзах у нас и периферическое зрение задействовано. Поэтому если выбирать с точки зрения, то здесь линзы лучше. Но за линзами нужен уход. Ну, разно как и за очками, наверное, тоже нужен уход. Но есть. Да и в принципе за глазами нужен уход. А посему финальный вопрос сегодняшнего вечера. Как часто нужно посещать офтальмолога? Даже, ну вот как я в начале программы сказал, для собственного спокойствия. Чтобы если вдруг, не дай бог, что-то грозит глазам, вовремя это предупредить. А людям до 40 лет один раз, два года, после 41 раз в год. И если есть проблемы со зрением, то два раза в год. Ну, безусловно, я думаю, что многие услышат этот наш совет. Но есть у меня, друзья, еще одна хорошая новость. Если я не ошибаюсь, располагаю правильной информацией, уже 20 октября планируется открытие обновленного центра, медицинского центра Медея, который приглашает всех людей, которым небезразлично свое здоровье, в данном случае глаза на прием. Так что не пропустите это грандиозное событие, запланированное, планируемое провести 20 октября. Ну что ж, друзья, эти аплодисменты вам, всем, кто сегодня принимал участие в нашей программе. Мне же остается добавить, берегите ваше зрение, берегите глаза, они действительно зеркало души. Ну, хотя бы для того, чтобы видеть своих близких, любимых, говорить им приятные слова. Ну и каждый вечер проводить вместе с нами на программе «Добрый вечер Гомельф» на телеканале «Беларусь4». Спасибо вам за то, что этот вечер вы провели вместе с нами. С огромным удовольствием спешу сообщить, что завтра будет еще один вечер, он, безусловно, будет добрым. А на сегодня все. Удачи вам. Пока. Аплодисменты. 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 Продолжение следует...